Всем привет! Вы на канале Марис Светхо. Спасибо, что вы взглянули на мой канал. А сегодня мы с вами будем декорировать вот такую коробочку деревянную, которую я купила для она. В принципе, при желании такую коробочку можно и самим сделать. Можно и для специй использовать, и на стол. В принципе, приятно ее поставить. И я хочу на рабочий стол сделать ее, задекорировать. Как именно это буду делать, сейчас расскажу вам. А понадобится вам первая это морилка. Я выбрала морилку на водной основе, называется беновое дерево. Вообще, беновое дерево самая моя любимая морилка, потому что она придает темный оттенок, темно-синий оттенок. А если ее разбавлять очень сильно водой, то дерево приобретает серый такой оттенок. Понадобится белая краска потолков и стен. Я ее купила в Костораме. Белая. Кисточки. Всевозможные акриловые краски по ткани или по дереву. Для росписи, для написания букв. Ну, а также тонкие кисточки, фломастеры черные. В общем, все то, чем вы можете пользоваться. Да, кстати, понадобится еще кусочек такой шкурочки. Сейчас я зашкурю поверхность, чтобы она была более ровная. И начну покрывать белкой. Потом дам высохнуть и сверху покрою белой краской. После того, как мы зачистили поверхность ящичка, нужно просто смахнуть пыль, чтобы она не мешала. Ну, что, после того, как мы с вами ящик зачистили, у нас с вами следующий важный этап. Это обработка маринкой. Как я сказала, я выбрала маринку эбеновое дерево. Сейчас ее буду разводить. Поскольку сама по себе она очень концентрированная. И рекомендую вам взять маринку. На глаз это всегда делаю. Но где-то добавить одну треть воды на маринку. У нас уже подготовлено. Вот так она выглядит. Я ее еще раз сейчас следует смешаю. С помощью плоской кисти начну морить поверхность нашего ящичка. Надеюсь, всем хорошо видно. Тоже рекомендую красить вдоль волюка. Если цвет вам не понравится, то, в принципе, можно будет пройтись еще одним слоем. Вот так вот это выглядит. А не маринка легла неравномерно, но это не страшно, потому что сверху я буду еще покрывать краской до полного высыхания. Это примерно где-то минут 40. Так выглядит покрашенная белой краской коробочка. Наверное, сейчас высохнет. Я ее попробую пошкурить. Я взяла вот такую вот крупную шкурку. И начинаю ей шкурить, то есть как бы оголяя верхний белый слой. И открывая вот этот темный слой, начинаю тихонечко шкурить. Видно, что как бы такая густикальная состаренная поверхность. Можно сравнивать, как она будет зачищенная поверхность. И вот как она выглядела до краски. Сейчас еще немножко пошкурю. Вот такая получилась у меня коробочка. Пока мне усложила все проводки, свои наушники. В принципе, очень нравится. Я довольна. На столе будет стоять у меня. Я думаю, что сюда буду складывать какую-то косметику ненужную. Таяна, напишите мне в комментариях, как вам понравилось или нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...